МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Родион Архипов. В Чуваши обсуждают послание главы Республики Михаила Игнатьева к Государственному совету. Оглашение документа заняло около полутора часа. В нем нашли отражение все аспекты социально-экономического развития. На церемонию оглашения послания главы Чуваши к Госсовету Республики по традиции собрались не только парламентарии, но и правительства, руководители предприятий, представители политических и общественных организаций движений, духовенства, науки, культуры. В своем обращении Михаил Игнатьев подвел некоторые итоги года, обобщил наметившиеся тенденции и сделал ряд поручений органам законодательной и исполнительной власти. Прямую трансляцию посланий одновременно вели национальное телевидение, национальное радио и вновь созданное родное радио. Его также можно было услышать и увидеть на портале органов власти. Послание носит последовательный характер. Прозрачность, эффективность – это те девизы, те лозыги, которые были два года назад, в прошлом году и в этом году. То есть это не отдельный блок. Вот сегодня мы говорим про это. В следующем году у нас такие цели, через год такие цели. Как правило, такие прыжки, они ничего хорошего не дают. Когда ты двигаешься постепенно, поступательно вперед, всегда есть результат. Мы сегодня видим, что те цифры, которые глава называл, то состояние, в котором мы сегодня находимся, это есть отражение этого последовательного курса. Ничего не меняется. Во главе угла по-прежнему остается человек, его качество жизни, качество жизни жителей нашей республики, и жителей страны в целом – это основная канва послания главы. Во-первых, был подведен итог 2013 года. Это очень важно. Присутствовала и критика, были отмечены и успешные проекты. Ну а самое главное, то, что, говоря о 2014 году, мы вернулись к истинным ценностям. Это любовь к родному языку, к родному краю, уважение друг к другу. Я уверен, прав, глава, говоря о том, что если все это будет присутствовать в нашей жизни, то Чувашии будет, будет развитие экономики, будет стабильность. Очень много нужно уделять молодежному движению, юношам, детям, чтобы они, может быть, даже с садика начали прививаться к физкультуре. Потому что, если вспомнить наше поколение, то у нас было где бегать. Мы очень много играли, бегали во дворах, в лесах. Да, то сегодня, конечно, вот люди, дети, которые приходят в секции, конечно, двигательных навыков у них не всегда достаточно. И для того, чтобы они вышли дальше, на это требуется больше времени. Поэтому очень хочется, чтобы спорт и физкультура заняли в каждой семье лидирующие положения. Вольная борьба в республике уже давно занимают лидирующие позиции в списке самых популярных видов спорта. Об этом зашла речь на рабочей встрече главы Чуваши с гостями и организаторами всероссийского турнира. Причем популярностью вольная борьба пользуется не только у юношей, но и у представительниц прекрасной половины. Недавно в республике прошел всероссийский турнир среди девушек. В этом чемпионате приняли участие более 200 спортсменок. Чувашские борцы выступают достойно и на международных соревнованиях. И таких результатов стоило ожидать. Издревле в республике культивируют национальную борьбу кирижу. Подрастающее поколение к спорту привлекает и всероссийское общество «Динамо». На прошедшей в Лондоне Олимпиаде его члены завоевали более 50 медалей. Власти Чувашии ставят задачу приобщить к спорту каждого второго жителя. Для этого есть все возможности. В каждом районе работают физкультурно-оздоровительные комплексы. Эта работа не остается незамеченной. На этой неделе республика получила национальную премию в области физической культуры и спорта «Регион России». Хотя претендовали на эту награду республика Башкортостан и Тюменская область. И тем самым налагает соответствующую тоже ответственность. Это первые для нашей республики. И тем самым все то, что мы делаем и двигаемся в правильное направление. В современном мире дети удовольствие дорогое, а с Нового года станет еще дороже. В Чувашии, как и в целом по стране, повышается плата за детские сады. Как обстоит дело в Чебоксарах, рассказывает моя коллега Ольга Пырочкина. Государства и муниципалитеты возьмут на себя плату образовательного процесса, содержание зданий детских садов и зарплату сотрудников. Родителям же остается платить только за уход и присмотр за чадом. Это питание, белье, на котором ребенок спит и средства личной гигиены. Вот так и разделил финансовые обязанности новый федеральный закон об образовании. Для россиян изменения обернулись увеличением платы за детские сады. В некоторых регионах цены подскочили уже с сентября 2013-го, когда собственно закон об образовании вступил в силу. Чебоксарские власти решили не поднимать стоимость до конца года. Однако в новом 2014-м этого не миновать. Итак, если раньше один день ребенка в детском саду обходился семье в 60 рублей, то с 1 января 2014-го цена составит приблизительно 91 рубль. Правда, это без учета компенсаций. Да, стоимость будет составлять 91 рубль родительской платы. Но фактически родитель будет платить, если у него один ребенок на 20% меньше, и стоимость ребенка будет составлять в день 73 рубля. родитель, у которого двое детей, и даже если один ребенок ходит в школу, или он учится на бюджетном отделении в университете, то есть эта компенсация со стороны федерального бюджета составляет уже 50%, а если в семье это уже третий ребенок, то стоимость родительской платы от 91 рубля минус 70%. Если смотреть на ситуацию с позицией было-стало, то разница, конечно, есть, однако, если вдуматься, то за 73 рубля в день ваш ребенок получит четырехразовое сбалансированное питание по всем нормам Роспотребнадзора, физкультуру, обучение, общение со сверстниками, а в некоторых садах даже бассейн. Кстати, есть и хорошие новости. Платить придется только за те дни, когда ребенок в детский садик ходил. Никаких больничных и справок об отпусках родителей предъявлять не потребуется. Ольга Пыречкина, адрес Передонов, Республика. В Новонежном районе столицы скоро получат прописку «Необычное животное». Талисман следующего года будет радовать и заряжать горожан новогодним настроением. Правда, сделан он из поролона и из дерева. Животное изготавливает чебоксарский художник Александр Жигарев. У него в гостях улыбка во весь рот, золотая корона и ярко-желтая грива. Несмотря на то, что символом следующего года стала синяя лошадь, Александр Жигарев решил сделать свою фигуру более заметной. Художник смастерил большого рыжего коня. Работал долго. Две недели назад эта комната напоминала хозяйственный склад. В ход пришлось пустить более 10 метров ткани, поролон и проволоку. Пластик немножко пустили. Ну и ткань основной материал. А так у нас швюр давались. Тоже вот из мочалки такая есть. Хороший материал. Он не путается во всяком случае вообще. Фигура коня прочнее своих поролоновых предшественников. Каркас выдержит давление массой более 20 килограммов. Не страшны ей и искры от фейерверков. Ткань пропитана специальным раствором. Эскиз фигуры Александр согласовывал с главой администрации Калининского района. Именно он выбирал конечный вариант. А вообще фигура Александра с каждым годом становится все выше и выше. К примеру, рост этой лошади составляет 2 метра и 15 сантиметров. Теперь даже мне до ее морды будет дотянуться сложно. Фигура еще не доработана и станет еще выше. Не говоря уже о любопытных детях, которые так и норовят изучить фигуру не визуально, а на ощупь. Из квартиры на волю рыжий конь уедет очень скоро. Пока у зверя нет ног и хвоста, но уже на этой неделе художник завершит свою работу. Вот что получится в итоге. Коронованная лошадь, как это и подобает, королевским особам будет сидеть на троне. Александр признается, что это его любимые животные. Я люблю лошадей вообще, потому что это слабость моя. Лошади, они какие-то интересные, умные животные считаются. Радовать горожан лошадь будет на площади перед дворцом культуры трактора строителей. От вандалов фигуру будет оберегать охрана. Талисманы Нового года ничего не должно угрожать. Медрик Валев и Евгений Анисимов. Республика. Следствие выяснило новые подробности об участниках аварии, которая произошла 16 декабря в Канажском районе. Проверяется информация, что водитель автомобиля Volkswagen, сотрудник полиции, неоднократно привлекался к административной ответственности. В результате аварии три пассажира приоры погибли на месте, в том числе ребенок четырехмесячного возраста, а мать малыша от полученных травм скончалась в больнице. Водитель иномарки и его двухлетний сын с различными телесными повреждениями, доставленной в больницу Канаша. Об их состоянии пока ничего не известно. У погибшей в аварии женщины остались трое малолетних детей, у водителя приоры двое несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего старшего участкового полномоченного полиции отдела МВД России по Канажскому району. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, облегчен по неостороженности смерть двух и более лиц. В настоящее время следователями также проверяют информацию о том, что ранее подозреваемый в текущем году уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, а также за другие нарушения правил дорожного движения. Также имеется сведения о том, что несколько лет назад он попал в ДТП, после чего оказался в больнице. МВД Почувашской республики устанавливается личность мужчины, который около 15 часов 13 декабря, находясь в здании Чебоксарского экономико-технологического колледжа, по проспекту Ленина совершил тяжкое преступление. Примета злоумышленника. На вид около 40 лет, плотного телосложения, рост примерно 170 сантиметров. Просим всех, кто узнал этого человека или располагает информацией о его местонахождении, обращаться по телефону 8 937 375 44 20 8 927 848 00 90 или 02. 17 декабря в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в одной из чебоксарских школ заложена бомба. В считанные минуты в учебное заведение прибыли сотрудники полиции МЧС кинолог с собакой. После осмотра места происшествия взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в полицию звонили двое 9-летних школьников. Юных злоумышленников поставили на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних. А родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Маша и Медведь пришли на праздник к ребятишкам в детский дом ребенка-малютка. Они познакомились с малышами и от души их повеселили. Так волонтерские организации республики в преддверии Нового года пытаются раскрыть перед детьми настоящий сказочный мир. Особое внимание уделяют ребятишкам-инвалидам, тем, кто по воле судьбы остался без родителей. Сегодня в гости к детям пришли представители средств массовой информации. В доме ребенка-малютка 43 воспитанника. Из них 18 дети-инвалиды. Ребята хорошо обеспечены и получают комплексную реабилитацию. Говорит главный врач единственное, чего им не хватает это внимание. Дети наши ждут праздника так же, как и все дети, которые находятся дома, в семье. Они ждут чудо, они ждут каких-то подарков на Новый год. Они знают, что есть Дед Мороз, что есть Снегурочка, они этого ждут. И, конечно же, они всегда рады, когда приходят к ним в гости, когда показывают представления и приносят подарки. Еще один праздник, который ждет ребят в ближайшее время, это Новый год. Здесь его отметят 26 декабря. Желающим присоединиться к празднику и поздравить малышей необходимо обратиться в администрацию детского дома. Ольга Алексеева, Глеб Бритвин, Андрей Спиридонов, Республика. В ДК ЧГУ собрались гости из республик Дагестан, Татарстан, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областей, города Москвы и других уголков России. Там проводится всероссийский турнир по вольной борьбе на призы героя России генерал-лейтенанта Николая Федоровича Гаврилова. Турнир по вольной борьбе на призы Гаврилова начали проводить с 2005 года. Тогда он был республиканским. На самом деле Николай Федорович вкладывает огромные средства, ресурсы, свою энергию для того, чтобы воспитать наше молодое поколение в духе достойного гражданина Российской Федерации. Вольная борьба дает человеку прежде всего формировать свой характер, быть сильным, быть смелым, быть мужественным. С 2008 года соревнованием присвоен статус мастерского турнира. Победители получают звание мастера спорта России по вольной борьбе. В этом году в турнире заявлено 220 сильнейших спортсменов из 13 регионов России, в том числе из Чувашии. Саша защищал на турнире честь нашей республики и стал победителем. Родные стены помогли зрители и сам настраивался на эту сладку очень серьезно, потому что хотелось выиграть. Среди официальных гостей турнира президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, заслуженные мастера спорта России и именитые спортсмены Хаджимурат Магомедов, Сергей Корнелаев, Артур Таймазов, руководитель общества Динамо Владимир Проничев, герой России Юрий Недвига и другие. Вольная борьба это очень хороший вид спорта. Все люди, которые занимаются этим видом спорта, очень красивые, очень цельные, очень совершенные. Во-вторых, этот вид спорта не очень-то травмоопасный, потому что человек учится падать, учится защищать себя и заниматься этим видом спорта должны все настоящие мужчины. Следующий турнир, кстати, он юбилейный, планирует провести в городе Новочебоксарск на базе нового легкоатлетического манежа. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Чувашская биатлонистка Татьяна Семенова завоевала золото в смешанной эстафете. Напомню, что наша спортсменка принимает участие во всемирной зимней универсиаде в итальянском Трентино. Татьяна уже завоевала две бронзы в спринте и по сьюте. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. 27 декабря Чуваша примет у себя первую в истории России национальную эстафету Олимпийского огня. 22-х Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Благодаря Олимпийскому огню мы окажемся в центре внимания всей страны. Но это не только праздник для всех жителей республики, но и очень ответственное мероприятие, к которому надо подготовить город. Для жителей и гостей столицы 27 декабря объявляется Днем без автомобиля. Администрация города просит с пониманием отнестись к подобным ограничениям. Машины, которые будут припаркованы вдоль дорог по маршруту Олимпийского огня, эвакуируют. С 15 часов 26 декабря мы ограничим движение транспортных средств более 12 тонн. Для них имеются перехватывающие парковки. Полностью закроем движение на данном участке, где будет проходить предполагаемый продажный участок Олимпийский огонь за час. Движение троллейбуса ограничено примерно за 30 минут. Для детских садов этот день будет рабочим, как и для начальных классов школ. А для учеников 5-11 классов объявляется День здоровья. Мы будем рекомендовать руководителям организации независимо от всех форм собственности на территории города 27 декабря объявить нерабочим днем. Это рекомендации. Понятно, что руководители предприятий вправе к ним прислушиваться, вправе к ним не прислушиваться в зависимости от производственной обстановки. Но нам кажется это правильным. Стартует эстафета в 12 часов от железнодорожного вокзала. Мероприятие будет освещать известный спортивный комментатор Ольга Богословская. Кстати, она же и одна из факелоносцев. Завершится эстафета на стадионе Олимпийский. Там выступят творческие коллективы и проводят Олимпийский огонь из Чувашии праздничным салютом. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. А мы продолжаем рассказ о тех, кто понесет Олимпийский огонь в Чебоксарах. Всего таких 163 факелоносца. Среди них заслуженный мастер спорта России Владимир Андреев. Владимир Андреев, уроженец Яльчикского района Чувашия, воспитанник Чебоксарской школы высшего спортивного мастерства. Дебютировал на мировом первенстве в Штутгарте. В 1993 году занял 19 место в ходьбе на 20 километров. Спустя 6 лет стал третьим на Кубке мира по спортивной ходьбе. Наиболее успешным для спортсмена стал 2000 год. Тогда на 27-х Олимпийских играх в Сиднее он завоевал бронзовую медаль по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова